Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком городе израильском, город Ход Хашарон. Город Хашарон находится в центральном округе Израиля, и он расположен между центральными городами Израиля, такими как Петак-Тихва и Кварсаба. Он находится на 18 километрах с севера Тель-Авива. Площадь города Ход Хашарон составляет 25 квадратных километров. До Иерусалима где-то 50 километров, до Хаево приблизительно 74 километра, ну а до Барышево где-то около 100 километров. Город получил статус города благодаря... стал городом сам по себе после слияния нескольких маршалов типа совхозов, которые находились в этом месте. Статус города Ход Хашарона присвоен был в 1990 году. По данным Центрального социального бюро Израиля население 2016 года города составляет 56-659 человек, занимаемая городом площадь около 25 квадратных километров. Седа на уровне моря приблизительно 45 метров. Абсолютное большинство населения города составляют евреи. Город не имеет выхода к Средиземному морю, но находится от него всего в 10-20 минутах езды на машине. По крайней мере, на таком важном пункте для патриантов, как съем жилья. Жилье в Хашароне как на съем, так и на покупку очень дорогое. Стоимость жилья в городе для израильтянина, если снимать отокомную квартиру, то это будет от 2000 шекелей до 3200 шекелей приблизительно. Снять отокомную квартиру в Хашароне очень тяжело. Докомная квартира будет стоить где-то от 2400 до 2800 шекелей, даже доходит до 3000 шекелей на съем для израильтянина приблизительно. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить где-то от 3400 до 4500 шекелей приблизительно для израильтянина. Четырехкомнатная квартира будет стоить на съем где-то от 4000 до 4500 шекелей приблизительно. При этом съемщику придется сплотить большую часть коммунальных услуг. То есть цены в городе на съем жилья одни из самых высоких в Израиле. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Хашароне. Работы в Хашароне и окрестностях полно. Здесь, как обычная, простая работа, так и большое число вакансий во многих секторах экономики. В Хашароне и окрестностях также имеется множество вакансий на хотековские должности. В общем, работа в Хашароне и в ближайших окрестностях есть, так как это центр страны и совсем не далеко от Гуждана, района Большого Тель-Авива, и найти ее не трудно. Теперь поговорим о зарплате в Хашароне. Зарплаты здесь в основном неплохие, средние и выше. Поэтому заработать в Хашароне в основном можно неплохо, больше, чем в шестую району Израиля. Зарплата в Израиле рассчитывается на сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день, это 26 мая 2017 года, минимальная зарплата за час около 27 шекелей. Ниже этой цифры работодатель не имеет права платить зарплату, потому что это исходя из закона, если он будет платить ниже этой цифры, например, где-то 25 или 4 шекеля за час, то наемные работники имеют право подать на него в суд, и обычно суды присуждают наемному работнику компенсацию. Теперь поговорим о стоимости жизни в Хашароне. Стоимость жизни в Хашароне равна обычной стоимости жизни в самом центре Израиля. Репатриантов она будет побольше еще, потому что на него в основном снимают жилье, и это сильно отражается на семейном бюджете. Расходы семейного бюджета в основном расходы на съемок квартиры. В случае, если репатриан покупает квартиры, то у него, конечно, будет основным расходом выплаты потечной суды. Но учитывая высокую стоимость сегодняшней квартиры, она будет также довольно высокая. На семейном бюджете отражается чувствительное также лечение сбов, страховка автомобиля, покупка бензина для автомобиля. А остальные цены в Хашароне для основного Израиля в основном довольно потерпимые, и существенное влияние на бюджет они в основном не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных в Хашароне. Оно в Хашароне представляет приблизительно до 10-25% от общего количества населения. С значительной частью на всех офисах, заведениях, домах живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому языковые барьеры ощущаются в Хашароне, но я не бы сказал, что он очень-то сильно ощущается. Теперь о климате. Климат в Хашароне – это все паблические, с дежурномерозкие мягкие климаты с довольно жирким летом, а продолжается здесь где-то около полгода и относительно мягкой зимой. Температура во время зимы не опускается почти никогда ниже нуля. В основном температура в Хашароне во время зимы от 8 до 15 градусов, а иногда даже доходит до 25 градусов тепла. Также зимой в основном подают дожди. Довольно уж сильная влажность. Летом температура доходит от 28 до 35 градусов тепла, а летом 10 с мая и до середины октября, иногда до конца октября. Дожди со середины мая и до середины сентября – это довольно редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Хашарон довольно красивый, очень благоустроенный. Есть спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады парки. Теперь поговорим о таком важном пункте, как безопасность. Терроризм в Хашароне, конечно, существует, количество терактов где-то выше среднего, но это было в прошлом. На сегодняшний день, учитывая, что основные конфликты, которые чувствовались в Хашароне, это были конфликты из тех, кто магаза, а также, когда террористы прорывались из так называемых штахим, которые на самом деле называются иудеи и самария, прорывались на территорию центра Израиля, тогда иногда доставалось и городу Хашашарон. Но в последнее время этого почти нет, потому что на границе с территориями, так называемыми, построены заборы безопасности, а из сектора газа ракеты в направлении центра Израиля почти не летят. Поэтому сегодня в основном теракты происходят в Груссалиме, на границе с сектором газа. И с сектором газа запускались ракеты в Хашарон, как я забываю, но это было только более много конфликтов. Последний конфликт был в 2014 году. Теперь поговорим о криминале в Хашароне. Случай криминала, конечно, имеется, но он, в общем-то, незначительный. Между того, жители его не чувствуют. Можно абсолютно спокойно гулять по ночам по городу. Теперь поговорим о маршафте города. Город Хашарон находится на равнении, и поэтому для тех, кто выехал из таких стран, как страны СНГ, как Россия, Украина и Белоруссия, гулять по ночам, Украина, Россия и Белоруссия, которые в основном находились на равнении, жить в Хашароне гораздо лучше, чем, например, в Хайфе или Иерусалиме, который находится в горной местности, вообще на крутых горах. Теперь поговорим о загаженности атмосферы в Хашароне. Загаженности атмосферы в Хашароне находится приблизительно менее, чем на средизоляционном уровне. В общем-то, летом очень жаркие дни чувствуются, но, в общем-то, можно все это перенести. Это был краткий обзор по городу Хашарон, один из городов центра Израиля, находящийся недалеко от городов Большого Тель-Авила. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok